Всем привет дорогие друзья, с вами MadScream. Это еженедельный обзор обновления по игре Idle Heroes. И давайте начнем с самого неочевидного и очень важной информации. Итак, разработчики сказали, об этом не написано в обновлении, возможно в каком-то языке это указывается, но по крайней мере на английском этого нет. 23 августа из алтаря уберут вот данные предложения. Это предложения, которые даются VIP игрокам, то есть вы достигаете какого-то VIP и у вас открываются вот такие вот осколки. На Asinta по 25 осколков, то есть это по факту то же самое, что и вот это предложение, только разбитое на 2 покупки. То есть вы покупаете 1, 2, то есть 2500, 2500, получаете копию Asinta. Точно так же у нас тут с Герке и с Владыкой. И вот эти 3 предложения уберутся из данного алтаря, то есть вы их больше не сможете приобрести. Поэтому, если, к примеру, у вас куплены одни осколки на 25, то обязательно докупите вторые, потому что они у вас останутся мертвым грузом лежать. Ну а если же вы собираете Asinta, друзья, Asinta сейчас рейтит как топ-2 Героя Тьмы. Она идет за Амэнра, даже круче Аспана, поэтому если вы собираете Asinta, обязательно заберите вот это предложение с Asinta. То есть это очень круто, это топовый герой по факту сейчас продается вот в алтаре. Данное предложение, оно не исчезнет, оно так и останется, скорее всего. Ну, по крайней мере, за него пока ничего не говорили из-за всех остальных героев. Возможно, в будущих их уже изменят, но сейчас уберут только вот эти 3. Так что учтите и заранее предпринимайте меры. Следующее. У меня пока не поставили месячные ивенты, и также у кого не поставили месячные ивенты, они до сих пор этого не увидят. Я это также делаю со скрина из интернета. Значит, смотрите, добавили новую месячную карту за 10 баксов, которая расширяет награды за выполнение месячных событий уже новых. То есть, к примеру, смотрите, вы выполняете арену, если у вас нет этой карты, то вы получаете просто перья и 20 исколков. Но, если у вас есть эта карта, то вот здесь дополнительные награды с замком. То есть, это сундук со скинами, 2000 гемов и также 20 камней еще. То есть, это очень круто, это в 2 раза больше камней. Точно так же здесь с таверной ивентом дополнительный элитный герой, 1000 гемов и еще 20 камней. Смотрим далее. Так, таверну мы разобрали. Broken Spaces. Это боссы, скорее всего, их вообще с малой вероятностью большая часть людей пройдет. Потому что даже самый последний босс, точнее не даже самый последний босс, а 6 босс, по-моему, там где Валентин и Аберон. Там уже очень многие люди стопорятся, очень сильно страдают от контроля, не говоря уже за последнего босса. Поэтому, вот это достижение, скорее всего, будут выполнять очень маленький круг лиц. Но, все равно, мы здесь дополнительно получаем перья, если вы купили карту 500 гемов и 20 кристаллов. Точно так же на Fusion Event. Вот Fusion Event, друзья, вообще самый бомбический. То есть, вы заготавливаете, грамотно распределяете корм и вы дополнительно получаете еще 15 перьев. Это просто нереально круто. Это реально пушка. И очень хорошо, что они эти 15 перьев не влепили куда-то там на тот же Broken Spaces. Это было бы вообще полный фейл. Поэтому, даже вот ради вот этого, реально карта очень крутая. Ну и также Brave Trial. 5 перьев дополнительно, 500 кристаллов и 500 гемов и 20 кристаллов. То есть, в 2 раза больше кристаллов с каждого события вы будете получать. Круто. Я считаю, что за 10 долларов очень круто. И я советую брать именно данную карту. То есть, если вы выбираете между месячной и данной картой, то берите обязательно данную карту. Но только в том случае, если вы выполняете большую часть ивентов. Вот, в новых месячных событиях. Если же вы их не делаете на максимум, то, соответственно, конечно же, их и не берите. То есть, это больше сделано для таких продвинутых игроков, которые уже прокачались и могут позволить себе выполнять ежемесячно вот эти все события. Ну, кроме Broken Spaces. Потому что я даже не знаю, смогу ли я выполнить вот убийство всех боссов. Ну, а теперь мы переходим к основным событиям, которые доступны в игре. Первое событие это Stone Package. Донатерский пак за 50 баксов. В котором нам дают 5000 гемов, 15 арбов и 300 универсальных кристаллов. 300 универсальных кристаллов мы можем использовать на абсолютно любом магазине компании. То есть, вот они дополнительно тут показаны. И вы можете комбинировать валюту основную и данные кристаллы. И покупать там тот же артефакт. Или же каких-то топовых героев, как Аминра. В общем, универсальные кристаллы это по факту то же самое, что и валюта. Только вы можете использовать на абсолютно любом ивенте. Пак реально прикольный. Но лично для меня дорогой. 50 баксов отдавать просто вот за один пак. Учитывая то, что я играю на iOS, это чистое 50 баксов получится. Потому что на Android он выходит дешевле в два раза. Насколько я понимаю. И так как у меня несколько аккаунтов, я себе это не могу позволить. Поэтому, кто хочет, забирайте. Ну, а я брать его не буду. Поэтому мы переходим к магазину. Итак, друзья, сегодня в магазине нас встречают вот такие вот награды. Давайте сразу за донатерское поговорим. Значит, первое, второе, третье это донат. Все остальное вы можете купить. То есть, вот эти три первые строчки вы сможете забрать только за донат. Но со временем вам хватит, если вы будете выполнять месячные события новые. Накопите вот этих кристаллов. И вам со временем хватит даже без доната вот эти награды забирать. То есть, очень круто. Разработчики реально молодцы. Пистолет за 3 600. За Кис оф Гост. Поцелуи призрака или что-то около того. В общем, на максимальной прокачке он дает 25% атаки, 100% бронепробиваемость и 14% здоровья. Артефакт выглядит очень круто, но он используется сейчас очень редко в поздней игре. Потому что рейтятся остальные артефакты. Другие топовые артефакты. Данный артефакт дает чисто урон. И по большей части он дает урон на таких героев, которые сейчас уже толком не используются. То есть, раньше он круто заходил на того же Мима, Амувора, Бартона. Ну и сейчас он на них заходит, но он уже не так крут. Потому что тот же Бартон уже снизился по рейтингу ПВП. Амувор также отскочил. Единственное, кто остался, это Мим. Но опять же, с Мимом непонятно, используют ли на нем Мимоводы сейчас данный пистолет. Ну, я думаю, что некоторые используют для бёрст дэмэджа. Но это, по факту, единственный герой, на которого вы можете поставить данный пистолет. Ну, именно так, чтобы он раскрылся и выбирая между другими топовыми артефактами. Поэтому я бы не отдавал 3600 за данный артефакт. Потому что это сейчас не в мете. Не метовый артефакт. Вот что мы видим далее, это за 300 Амунра. На самом деле, тоже очень дорого. Раньше за 300 не было ни одного героя. Но разработчики знают, чего они хотят. Они хотят баблишка. Амунра до сих пор не ввели за перья. И поставили героя за 300. Герой реально сейчас один из самых лучших в игре. Это просто имбовый саппорт. Если у вас есть возможность где-то её приобрести, то обязательно приобретайте. Это просто имбища имбушная. В общем, если есть возможность, забирайте копию Амунра. Далее идёт Ктугия за 2700 или Ктуга. Этого героя вычеркиваем. Вообще, он нас не интересует. Я тебе сказал, пошёл вон отсюда. Пошёл отсюда, нахер. Подонок. Пошёл отсюда. Тебе сказали. Я ещё раз говорю, я подам в суд. Пошёл куда хочешь, в какой суд можешь идти. Я так размажу тебе всю голову. Далее Вейса за 2300. Новички могут взять, кстати, копию Вейса. Особенно, если вы её собираете. Но в поздней игре она не используется. Сразу говорю. Далее скин на королеву. И почему? Друзья, нам убрали сундуки со скинами. Вы представляете? Офигеть. Они убрали предложение, где мы получали 5 скинов. И, скорее всего, они его добавили как раз-таки в месячные события. Вот там, за месячную карту, если вы покупаете. Они перенесли скины туда. А здесь мы будем, как раньше, получать какой-то один скин за 1500. Но это универсальный скин. Ну, в принципе, то же самое. То есть, не особо это поменялось. Просто раньше вы могли случайный получить. А теперь вы будете получать то, что вам предлагают разработчики. Не так смертельно, но неприятно, я думаю, для кого-то будет. Потому что я ни разу не брал тот сундук. То есть, для меня это вообще ничего не меняет. Но если же вас ничего не интересует, кроме вот данных наград, то забирайте арбы. Это самое лучшее предложение, которое вы можете получить на данном событии. И теперь мы переходим к самому интересному. Сундуки, друзья. Итак, самый пушечный сундук, который вы здесь можете забрать, это посередине. 8 арбов и 2000 хаусстоунов на прокачку пассивок оборотня. Это просто самый лютейший сундук, который, блин, вообще в игре присутствует. Это просто пушка, я вам серьезно говорю. Вот эти камни, они очень сложно добываются. И здесь нам дают их аж 2000. 3000 плюс карбам, которые получаются самые дешевые в игре. Это сундук, который я советую абсолютно всем покупать. То есть, независимо от того, новичок вы не новичок, это самый лучший сундук в игре. Ну а теперь мы переходим к самому последнему. За 8000. Здесь нас встречает 30 перьев, 25000 гильдейских коинов и аберрон. Друзья, просто вышка. Тоже лютейший сундук. Аберрон топ-1 контроль в игре. Но помимо этого, даже если он вам не нужен, вы получаете 25000 гильдейских коинов на прокачку науки. И также 30 перьев. Круто, круто. Также забираем сразу вместе с вами. Вот этот второй сундук за 4000. Советую пропускать. Он сейчас нафиг не нужен. Случайный герой. С маленьким шансом вы можете выбить какого-то реально крутого. Зачастую вы там получите кормового. Поэтому 4000 в пустую тратить никто не хочет. И я вам не советую. Далее за 1200. Вот этот сундук для старта для новичков. Друзья, 5000 промоушн стоунов за 1200 гемов и 5 фишек также. Это позволит вам на старте довольно хорошо, довольно быстро прокачать уровень оборотня. То есть это на прокачку левела вашего монстра. Для новичков советую брать. Но для опытных игроков данного ресурса с излишком уже. Хотя с новыми оборотнями скорее всего у кого-то их может и не хватать. В общем, если вам не хватает, забирайте данный сундук. Я его брать не буду. Он мне не нужен. И самый первый сундук это для новичков также. Самые дешевые свитки по соточке и 5000 промоушн стоунов на прокачку вашего героя. Если вы новичок и у вас мало гемов, можете брать данный сундук. Но вот этот сундук советую взять всем. Это просто пушка. На сегодня это все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Поддерживаем пальцами вверх за оперативный разбор. Кто не ставит палец вверх, тот какашка. Пишем ваши вопросы в комментариях. И подписываемся на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok